Инфодайвинг Инфодайвингу чуть больше двух лет. И когда-то, когда мы начинали работать с аутизмом, мы говорили, что выход из него будет где-то через два-полтора года. У каждого по-своему, если человек будет работать. И нас упрекали в том, что мы фантазеры, что это невозможно, что медицина никогда официально не снимет диагноз и так далее, что мы вообще никто, и мы непонятно чем занимаемся, и говорим непонятные вещи. Но вот прошло время, и сегодня мы открываем цикл новых фильмов, как медицина официально снимает диагнозы у детей и их родителей. И мы знаем, что это работа инфодайвинга, это работа с детьми, и это работа родителей с самими собой. Это наша совместная работа на результат. И результатом является здоровье ребенка. Здравствуйте, Ольга. Прошло уже больше полтора года с момента выхода нашего фильма. У вас большие изменения. Расскажите, что произошло за это время. Расскажите, какой у вас был диагноз для тех, кто не смотрел наш фильм. Ну и что сейчас случилось. Да, уже прошло полтора года после того, как сняли фильм. Ну что произошло? У меня абсолютно здоровый ребенок. Абсолютно здоровый ребенок. У нас сняли абсолютно все диагнозы. Единственное, что у нас осталось, это только ходить к логопеду, некоторые звуки поставить. Ну такие как Р, Л, Ш, буквы не всегда выговаривают. А так абсолютно... Вот даже в садике, директор садика сказала, что я не знаю, с чего вы вообще взяли, что у вашего ребенка что-то было. Так а диагноз же был? Да. Был и аутизм спектр был. Потом этот диагноз поменяли на интвиклукшторинг, то есть задержка развития. Не только задержка речи, а то есть задержка полностью, развития. И нам все здесь пророчили, что не мечтайте, что ваш ребенок пойдет в нормальную школу, в нормальный детский сад. Но как бы там ни было, стараниями инфодайверов и стараниями родителей у меня абсолютно здоровый ребенок. Поэтому у мелки у нас абсолютно все рисование, лепка. Общение с детьми – это вот самое главное. Он у нас без детей вообще не может. У нас даже невеста есть в 5 лет. До этого я уже рассказывала, что они с братом додумались угнать соседскую машину. У нас даже такие умелки есть. То, что там с водой любит играть. Что еще? На велосипеде запросто катается на двухколесном. Кушает он абсолютно все сам. Вилка, нож – все он сам использует. Расскажите, как вам сняли диагноз? Как это произошло? Здесь, в Австрии, есть Mutterkind Pass. То есть паспорт матери и ребенка. И этот паспорт матери и ребенка в 5 лет, последний раз, мы должны были прийти, чтобы проверили ребенка. Мы пришли, сделали термин, то есть визит к врачу, пришли. Она посмотрела, взвешивала его, позадавала ему вопросы, поотвечала ей на вопросы. И она говорит, я разговаривала с директором детского сада. И она сказала, что претензий к вашему ребенку она вообще никаких не имеет. И поэтому я не имею права ставить вам вообще какой-то диагноз сейчас. Он ответил на все вопросы, что я задала. Мало того, что он по-русски разговаривает, но не так хорошо. Но он разговаривает и по-немецки. Он абсолютно все понимает по-немецки. Как оказалось, мы-то не туда, а вроде бы как с этим ковидом дома сидели. Где научился, не знаем. Но в принципе в садик сильно не ходили. И вот получается, что у нас ребенок и понимает немецкую речь тоже. А вот когда мы снимали фильм про вас, тогда он начинал говорить только первые слова. Одиночная. Сейчас уже фраза говорит, предложение оставляет. Предложение из пяти-шести слов. Он ведет полноценный диалог. Он ведет полноценный диалог. Он отвечает на все вопросы. Даже то, что ему не объясняло, он сам мне это говорит. Раньше была проблема со сном у нас. Что он не понимал, что нужно самому пойти и лечь в кроватку. Сейчас он в девять часов идет в кроватку сам. Еще и младшего брата за собой тащит. Уже время. Мама сказала спать. И поэтому, как бы там ни было, я не вижу никаких отклонений у своего ребенка. Я в инфодайвинге. Я понимаю, как работает инфодайвинг. Я любую информацию для себя могу достать. Я также на данный момент веду консультации для своих знакомых, для всех. И у меня это получается. И когда я взяла эту консультацию, мне прилетела картинка. Вот прям прилетела картинка. Тот момент, когда Кириллу было год и шесть месяцев. Именно тот момент, когда мы узнали про диагноз. Все то же самое. А я, как наблюдатель, сверху наблюдала всю эту картинку, что происходит. Мой ребенок сидел в год и шесть месяцев на полу, на полу. И говорил, а я металась по залу, не знала, что делать. То поузнала про этот диагноз. А мой ребенок мне говорил, пока ты не повернешься к себе, я буду играть в эту игру больного ребенка. И как только я это все осознала, буквально на следующий день, через день, у нас такие результаты пошли. Так что все у нас здесь. И я благодарна инфодайверам, что они научили нас волшебничать. Поэтому в жизни все элементарно просто. Все элементарно просто. Чего ты хочешь, что ты и получаешь. Хочешь ты играть в игру больной ребенок, ты получаешь через свои страхи, что твой ребенок, что-то с ним не то, что-то не так. А когда ты определяешься, что ты творишь это все, и меняешь свою жизнь, ты получаешь все, что ты хочешь. У меня ребенок не хотел рисовать. Не хотел рисовать. И я всем говорила, ну, я тоже не люблю рисовать, и поэтому у меня дети не любят рисовать. Ну, это вот такое вот. А потом я как-то села и сижу и думаю, а с какого мои дети не хотят рисовать? Это только мое убеждение. И как только я это все переопределяю, на следующий день мои дети начали рисовать. Я пришлю вам видео там, где они начали рисовать. И не только на бумаге, у меня все стены были разрисованные. Все абсолютно. Родители сами не хотят заниматься с детьми и находят всяческие отговорки, говоря, что ребенок не хочет рисовать, ему неинтересно ни рисовать, ни клеить, ни с пластилином, ни читать. Всяческие отговорки, чтобы только не заниматься самим. Проще отдать ребенка в реабилитационный центр. И в реабилитационном центре его с утра до вечера будут смотреть специалисты, а мама в это время может походить, погулять по магазинам. И это нормально, когда ребенка вот так сплавляют. Вопрос, зачем рожали? А там еще в интервью вы говорили, что у вас были напряженные отношения в семье, там чуть не до рода. Что сейчас поменялось? Какие у вас новости? У нас все замечательно. Даже лучше, чем мы могли себе представить. У нас будет третий ребенок. У нас замечательные отношения с мужем. Так не только с мужем, и со свекровью, и со всеми родственниками. У него с моими родственниками прекрасные отношения. Прошло, получается, чуть больше двух лет. И из такого тяжелого диагноза у вас нормальный, полноценный ребенок, который на уровне своими сверстниками. 4 мая было ровно два года, как мы проходили консультацию. Как мы прошли консультацию, и потом... Первый год, конечно, как и все мамочки, я сидела и ждала, ну когда же там Наташа, Андрей, Ира, все сделают что-нибудь волшебное для меня и для моей семьи, и для моего ребенка. Оказывается, Наташа, она сразу сказала всем, что я только путеводитель. Я показываю направление, куда вам идти. Но не все это слышат. Не все. И ждут от Наташи, что Наташа будет сейчас прям каждого брать и вот так вытаскивать. Если ты ничего не будешь делать, у тебя никаких результатов не будет. Когда ты меняешься сам, меняется реальность. Твоя реальность, твое окружение. Мы очень рады за вас, что вас сняли диагноз. У вас уже будут, я думаю, планы в нормальную школу, все отлично у вас. У меня изначально были такие планы. Изначально. Потому что, когда мне здесь сказали, когда мы только обратились с Кириллом, и самое главное, которая по Тиролю, по нашей земле, она сказала, вы сядьте спокойно и ждите помощи от Австрии. Я говорю, какой помощи? Какой? Вот вы мне скажите, у вас вот за ваши годы работы хоть один ребенок вышел в норму? Вот мне надо стопроцентная норма. Нет, что вы? Как это так? После таких диагнозов. Ребенку год и шесть месяцев на тот момент было. Я сказала, меня это не устраивает. И когда сейчас сняли диагноз, вот просто все в шоке. Вот каждый раз мы приходим даже к логопеду, к эрготерапевту, и все говорят, вот вроде бы в тот раз я вам сказала, что он этого не может делать, а в этот раз он уже может делать. Вы что, с ним днем и ночью занимаетесь? Я говорю, я вообще с ним не занимаюсь. Вообще не занимаюсь. Я занимаюсь со своей головой. Потому что проблема отсюда. И они как бы, они в это не верят. Они в это не верят. Но я хочу сказать, это работает. И это тому, чему учит Наташа. Так что курсы вам в помощь всем, девочки. Я довольна, что я встретилась с Наташей. Я довольна, что у меня такое отражение в моей реальности. И я довольна, что все-таки я этого достигла. Спасибо, здорово. Мы очень рады за вас. Спасибо вам огромное. Всем-всем-всем. До свидания. Диагнозы ставят детям. Ребенок аутист. И допустить мысль, что ребенок это зеркальное отражение матери и отца, что он отражает их, то, что у них в голове, их систему ценностей и убеждений, их взаимоотношения с родственниками, их взаимоотношения с близкими, их проявление в социуме, их реализацию. Ну, это же, я говорю, чушь, да? Но на самом деле это так. Он как зеркало показывает мама. Ты аутистка при работе и при общении со свекровью. Ты аутистка при общении где-то в каких-то органах. Ты аутистка при реализации. Ты аутистка, аутистка, аутистка. Но мама же не хочет, она же хорошая девочка. И таким образом возникает конфликт. И ребенок уходит вовнутрь, замыкается, 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 потому что его не слышат. А он пришел. помочь маме выйти из ауто. Маме выйти из ауто. Ну, мамы же врачи не поставили диагноз. И вот этот парадокс, он мешает взрослому человеку остановить бег жизни, сказать, стоп, а как я проявляюсь? Как я реализуюсь? Как я общаюсь? Какие взаимоотношения у меня с родственниками, со знакомыми, с друзьями? И выстроить свою жизнь в гармонии, в счастье, в радости. Убрать недовольство, убрать вину, обиду, злость, агрессию и так далее. Это кусок работы. Но мы же люди, и наша задача, мы пришли в этот мир измениться, стать добрее, лучше, чище. И вот эта задача родителя, и дети помогают родителям на этом пути. И когда родители это начинают осознавать, начинают включаться, становятся искренними, открытыми, по сути, становятся сами собой. Детям не надо больше быть аутистами. И тогда можно снимать диагноз. И этот диагноз снимается с родителей, хотя пишется в карточке медицинской ребенка.